Приветствую! Поговорим о том, чего нам ждать с 1 января в контексте мобилизации и выезда из Украины. В первую очередь мы поговорим о юридической стороне дела, и здесь мы понимаем, что любые изменения связаны с чем? С изменением действующего законодательства. Это в первую очередь закон ОВО ИВС, закон про мобилизацию, постанова 1487 и правила пересечения государственной границы. Ну и можно добавить еще постанову 1456. Так вот, все эти документы не изменяются с 1 января 2024 года. А это значит что? Что в юридической плоскости никаких изменений процедуры мобилизации не будет. То есть повестки будут раздавать по тем же правилам, которые предусмотрены и на сегодняшний день. Порядок призыва, порядок прохождения ВЛК, все остается прежним. То есть 402 приказ тоже не изменяется. С другой стороны, мы знаем, что есть законопроекты 10.378 и 10.379. Как мы уже с вами понимаем, что с 1 января они не заработают, никто уже не успеет их принять и ввести в действие. Но нам говорят, что 10 января эти законопроекты будут рассматриваться. Значит ли это, что уже 10 января изменятся правила мобилизации? Нет, нет и еще раз нет. Ну, во-первых, если законопроект 10.378 примут в том виде, в котором он есть на сегодняшний день, то даже там написано в переходных положениях, что он вступает в силу через месяц после опубликования. А это значит, что ближайшие изменения, которые нас ждут, они ждут нас в феврале месяце. И то при условии, что эти законопроекты будут приняты в январе. Но я думаю, что законопроект и 10.378, и 10.379 не будут приняты 10 января. Почему так против этих законопроектов выступает уполномоченный по правам человека? И что самое, наверное, главное, против этих законопроектов, ну не в полном объеме против, а частично против, выступает профильный комитет Верховной Рады. Что это значит? Это значит, что законопроект, ведь когда он заходит в Верховную Раду, он попадает в профильный комитет. Таковым является комитет по обороне национальной безопасности и разведке. И этот комитет, он уже сейчас заявил, как минимум два члена этого комитета, включая секретаря, заявили о том, что там содержатся дискуссионные нормы. Нормы, которые невозможно сейчас реализовать. И нормы вообще, которые могут, можно оценить, как вступающие в конфликт с правами человека, с идеей защиты прав человека. И, соответственно, вот этот комитет, он будет давать заключение, рекомендовать законопроект, не рекомендовать. И вот, соответственно, мы делаем какой вывод? Что если этот законопроект, против этого законопроекта выступает уполномоченный по правам человека, и он даст негативный вывод. Комитет профильный даст негативный вывод. Далее мы уже видели, что некоторые депутаты выступают против, в том числе фракция Батькивщина говорит, что мы не будем голосовать за этот законопроект. Все это говорит о том, что данный законопроект, ну шансы на то, что данный законопроект будет принят 10 января, крайне малы. Поэтому на январь в связи с этими законопроектами мы, скажем так, не ждем никаких изменений принципиальных с точки зрения закона, с точки зрения действующих нормативно-правовых актов. Но при этом мы с вами все прекрасно понимаем, что сама вот эта идея усиления мобилизации, она уже пошла. Да, мы видим, как появляются мобильные блокпосты, идет тотальная проверка документов, невзирая на предписание постановления 1456. Везде проверяют документы, вручают повестки и так далее. И вот эта часть, да, она, вероятно, в январе только будет нарастать. Но это то, что не касается изменений действующего законодательства. Если вас интересует вопрос, что же написано в законопроекте 10.378 и 10.379, это вот те нашумевшие новые законопроекты о мобилизации, то я подробно отдельные вопросы разбираю на своем канале. Ссылочка на эти видео будет в описании к данному ролику. Там подробно все по каждому вопросу расписано. И будут еще такие видео. Поэтому, если эта тема вам интересна, переходите по ссылочкам в описании, подписывайтесь на мой канал. Также приглашаю вас в свой телеграм-канал, где новости о мобилизации выходят быстрее, чем на ютуб-канале. На этом у меня все. Я вам желаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.